Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Поводом к этому стало лишение двух крымских парковщиков лицензий. Можно ли в принципе навести порядок с парковкой на аннексированном полуострове? Почему крымских эвакуаторщиков лишают лицензии? Работает ли система автоматической фиксации нарушений парковки так, как было задумано? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Новые правила парковки вступили в силу в Симферополе еще 7 января 2018 года. Нововведения призваны улучшить ситуацию на крымских дорогах. Тем не менее, по данным пресс-службы российской администрации города, каждый день на улицах Симферополя эвакуаторы забирают на штрафплощадку до 90 автомобилей. Российская система фиксации нарушений парковки «Паркон» работает в Крыму почти год. Сотрудники КИБДД рассказывают, что люди уже издалека видят «Паркон». Люди почувствовали, ходят уже, оплачивают штрафы за нарушение правил парковки. Кто-то уже видит, что автомобиль заезжает по маршруту, они уже быстренько прыгают в автомобиль и разъезжаются. А вот что думают о новой системе крымские водители. Новые правила введены и на материковой части Украины с 27 сентября этого года. Теперь, чтобы выписать штраф, патрульным не придется ждать водителя, рассказывает разработчик закона о реформировании в сфере парковки Павел Фролов. Самое большое нововведение – это заочное привлечение к ответственности. Это опыт европейских стран, США и Канады передовой, о том, что не бегать и не ждать водителя. По словам первого заместителя департамента патрульной полиции Украины Алексея Балашицкого, просто изменения в законодательстве ни к чему не приведут. В первую очередь, каждый человек должен понимать, что он делает. Фактически отреагировать на каждое правопорушение в сфере правил стоянки и остановки невозможно. Даже если мы возьмем всех патрульных полицейских и на целом мы их исключим на это правопорушение, все равно их будет недостать. Юлия Щетина для Крым Реалии. Вот такая вот ситуация сейчас в Крыму с парковкой. Напомню, что Министерство транспорта Крыма лишило две организации права осуществлять эвакуацию транспорта и его хранение на спецстоянках. За многочисленные нарушения, напомню, что в ходе проверки всех спецстоянок, цитирую, выявлен ряд нарушений действующего законодательства. По результатам проверки в адрес специализированных организаций направлены соответствующие предписания. В адрес двух предприятий, допустивших многочисленные нарушения, направлено уведомление об исключении из реестра специализированных организаций, утверждается в сообщении. Названия компаний в российском министерстве не уточняют, однако в пресс-службе сообщили, что меры были приняты в отношении организаций, которые осуществляли как перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, так и их хранение. Напомню, что еще в марте сообщалось, что каждый день на улицах Симферополя эвакуаторы, например, забирают на штрафплощадку до 90 автомобилей, а стоимость перемещения одной машины составляет 2685 рублей. Учтите, что при этом на улицах каждый день работает по 8-10 эвакуаторов. Также уже более полугода в Крыму работает автоматическая система нарушений правил парковки Паркон. Мы попытаемся сегодня поговорить о том, в принципе, как все вот эти усилия срабатывают в Крыму, помогают ли они справиться с проблемами с парковкой. Помогут нам в этом Максим Мишин, председатель дорожного контроля Севастополь. Также Жан Запрута, российский юрист и адвокат по делу Крым-Автотранса. Свяжется с нами и Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту, чтобы рассказать о ситуации на материковой Украине, потому что, как мы уже сообщили, в Украине был принят также новые правила парковки. Они вступили в силу совсем недавно, с конца сентября. И к нашей беседе присоединяется председатель общественной организации Дорожный контроль Севастополь Максим Мишин. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот какова на самом деле сейчас ситуация с парковкой в городе? Могли бы рассказать нашим слушателям, и улучшилась ли она за последнее время, с тех пор, как новые правила парковки заработали, и начала работать автоматическая система нарушения, фиксации нарушений? Начнем с того, что, по моему личному мнению, сегодня парковка в городе Севастополь, она должна быть бесплатной. Почему? Я подавал заявление в Роспотребнадзор в связи с тем, что услуга сегодня не предоставляется в виде наличной оплаты. В связи с этим нарушаются права потребителя. Поэтому ни я, ни мои знакомые за парковку не оплачивают. То, что это необходимо менять, да, необходимо менять. То, что ситуация в городе вообще, как таковая, с парковками очень сложная, да, она сложная, ее нужно решать не такими подобными способами, ограничением, да, везде платное ставить, а, ну, как минимум, делать ее в шахтном порядке, платное-бесплатное. Опять же, она должна быть абсолютно бесплатная в социально значимых местах. Это мое мнение. Максим, а вот, в принципе, вот как работают эвакуаторы? Насколько агрессивно, по-вашему? Вот недавно появилась новость о том, что две организации были лишены права осуществлять эвакуацию транспорта, его хранения на спецстоянках за нарушение. Вам известно что-то о подобных негативных практиках при эвакуации автомобилей? В этой части, да, я абсолютно согласен, потому что в Крыму, в городе Симферополе, Ялте, в частности, это были действительно драконовские методы в нарушении всех ненормативных документов. В Севастополе мне вначале довелось поработать в этой системе, то есть я ее как раз-таки организовывал по Севастополю, и я вам скажу, что по Севастополю таких проблем нет. Машины выклорются с мест запрещенных для парковки инвалидов в большей степени, ну и там, где закрывают проезд. А в Симферополе, Ялте, ну это, конечно, было нечто. Машины эвакуировались менее чем за одну минуту. Это однозначно говорит о том, что нормативно никакие документы должным образом не составлялись. То есть фактически эвакуация делалась ради... Это уголовное преступление. Смысл заключается в том, что мной подавали даже заявление в прокуратуру для осуществления подобной проверки. Все это было проведено, так знаете, очень халатно. Поэтому фактически это уголовное преступление, кража личного имущества без надлежащего оформления документов. Только нужно было довести это все до логического завершения. Но правоохранители, видимо, не захотели. Ну вот видите, вот сейчас нарушения все-таки были признаны по крайней мере у двух операторов. По вашему мнению, может ситуация улучшиться после вот таких вот превентивных мер? Или же необходимы более жесткие? Ситуация улучшится лишь только тогда, когда будет должным образом проводиться контроль работы оператора. Если этого не будет производиться, то такие воровайки, как их называют, они так и будут продолжаться. Максим, подскажите, пожалуйста, а вот когда мы говорим о парковке в Севастополе, все-таки с 2014 года многие говорят о том, что количество машин в городе выросло значительно. Приводит ли это к ситуации, когда машины паркуются, предположим, не просто на платной парковке, но не платят, а паркуются где не попадя, условно говоря, на проезде, на пешеходных переходах, на местах для инвалидов, то есть там, где, в принципе, эти машины находятся. Они, конечно же, присутствуют. Такие вещи, они присутствуют, конечно же, везде, где отсутствуют нормальные условия парковок. Соответственно, люди вынуждены парковаться где угодно, и на тротуарах, и в запрещенных местах, и в исторических местах, как у нас, к примеру, Синопская лестница имеется, да, это нонсенс просто. То есть те организованные перехватывающие парковки, они вдалеке от как раз-таки тех центральных офисов, в значимых местах, откуда можно было бы добраться. При этом термин перехватывающие парковки, она в себе включает движение общественного транспорта вблизи. Поэтому вот говорить о том, что это созданные перехватывающие парковки, нет, нельзя, потому что общественный транспорт там практически не ходит. Это с иноми «Солдатой Матрос», такая так называемая площадка в городе Севастополе. Ну и то, что организовали в Балаклаве, ну это тоже нонсенс, потому что до центра Балаклавы добраться-то еще лишних 4 примерно километра. А Максим, а что, по вашему мнению, должно быть сделано, чтобы ситуация в сфере парковки в городе улучшилась? Ну, понятно, что... Это непосредственно парковочное пространство, то есть оно должно быть много уровня и под землей, и возвышающие, да, отдельные стоящие здания, которые практикуются во многих городах с большим количеством транспорта. И, конечно же, сегодня нужно требовать от застройщиков, которые строят дома, изначально закладывать подземную парковку. Этого у нас, к сожалению, не делается, а действительно это спасет ситуацию в тех же самых дворовых пространах. А скажите, пожалуйста, вот если сравнивать ситуацию в Севастополе и других городах, в принципе, где местные власти, по вашему мнению, действуют наиболее рационально и разумно, вот учитывая возросшую нагружку автомобилей? Ну, как бы, очень сложно сейчас об этом сказать, потому что курортный сезон набивает в Крым и Севастополь достаточно большое количество транспорта, несмотря на то, что у нас и своего сейчас достаточно. Поэтому здесь нужно просто, опять же, подходить очень комплексно и решать эти вопросы именно с перспективой на будущее. Пока что я этого не вижу ни в одном городе Крыма. А подскажите, вот заработала же недавно система автоматической фиксации нарушений парковки Паркон. Вы как-то заметили ее действия? Может, кто-то из ваших знакомых получал штраф из-за этого? И, по вашему мнению, помогло ли это как-то пресекать нарушения парковки? Ну, вот опять же, я вам скажу, да, сегодня Паркон у нас работает по Севастополю. Не знаю, как насчет Крыма, не встречал. Но у меня сразу вопрос, а куда это финансирование идет? Если бы оно шло бы на улучшение ситуации по обустройству парковочных мест, то 5 баллов работайте дальше. А когда это все исключительно на коммерческой основе идет, неизвестно для каких целей, да, то есть вот сейчас конец года будет, будет определена какая-то определенная сумма, собранная безопасной дороги Севастополя, я обязательно задам вопрос, а куда же были потрачены эти миллионы денег? Потому что действительно миллионы. то, что приходит именно под знаком остановка-стоянка запрещена в экономическом режиме, ну, здесь еще раз говорю, что отсутствие парковочных мест и нормальных условий заставляет людей парковаться и под такими знаками. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, даже введение паркона не стало принципиальным таким, не знаю, фактором, который бы изменил ситуацию на дорогах в плане парковки? Ну, вы знаете, у нас идет некая такая политика, давайте пересадим водителей в общественный транспорт. Я хочу задать многим водителям, а кто готов сегодня пересесть в общественный транспорт, который работает непредсказуемо для того, чтобы отказаться от поездки на личном транспорте? Таких будет, я 100% уверен, единицы. Если будет работать действительно, как это, к примеру, в Москве, да, существует перехватывающая парковка, вы приехали, поставили машину, тут же опустились в метро или сели в общественный транспорт, который предсказуемо ходит, и он ходит по выделенной полосе и двигается быстро, да, может быть, тогда начнут пересаживаться. А так нет, конечно. Люди будут все равно искать места, где им встать и платить те же самые штрафы. Что ж, Максим, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Темой нашего эфира является ситуация с парковкой в Крыму. Напомню, что поводом для нашего разговора стало то, что подконтрольное Кремлю Министерство транспорта Крыма лишило две организации права осуществлять эвакуацию транспорта и его хранение на спецстоянках за многочисленные нарушения. Также мы пытаемся сейчас проанализировать то, как работает автоматическая система фиксации нарушений правил парковки «Паркон». Кому угрожают такие штрафы? Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Фейсбук и Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на Ютуб-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, это Радио Крым Реалии. В эфире с вами Александр Гуловов. Мы продолжаем пытаться выяснять, как возможно навести порядок с парковкой в аннексированном Крыму. Напомню, что поводом к нашему разговору стало лишение двух крымских парковщиков лицензий. И подконтрольное Кремлю Министерство транспорта Крыма лишило две организации права осуществлять эвакуацию транспорта и его хранение на спецстоянках за многочисленные нарушения. Наш собеседник Максим Мишин и председатель общественной организации Дорожный контроль Севастополь заявил, что справедливо достаточно, потому что во многих городах Крыма, в частности в Симферополе и Ялте, действительно, эвакуаторы работали, мягко говоря, не то чтобы незаконно, но нарушая громадное количество правил. А также он заявил о том, что система автоматической фиксации правил нарушения парковки также не сильно изменила ситуацию. И сейчас с нами на связи украинский эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Вот смотрите, с 27 сентября в Украине также начали действовать новые правила парковки, скажем так. Теперь эвакуаторы в Украине могут забирать машины, полиция, по крайней мере, может вызывать эвакуаторы в ряде случаев. Раньше приходилось доказывать действительно необходимость. Также вскоре должны вроде бы заработать муниципальные инспектора по парковке, должны начаться приходить так называемые письма счастья. Вот по вашему мнению, в принципе, такие меры могут помочь исправить ситуацию в сфере парковки к лучшему? Я хотел бы уточнить по поводу того, что случилось 27 сентября, в частности в Киеве. На самом деле и раньше полиция могла эвакуировать автомобили, которые препятствуют или мешают движению другого транспорта. Автомобили, которые припаркованы на полосах для общественного транспорта, на местах для людей с инвалидностью и так далее. Но только полиция этого не делала. Но, собственно, с 27 числа там была показательная эвакуация 23 автомобилей, то есть чтобы показать, что вот теперь как-то правила меняются. Но уже на следующий день был эвакуирован один или два автомобиля. То есть все вернулось на свое русло. Вот, безусловно, вообще сам принцип и сама тенденция хорошая. Это путь в правильном направлении, но, может быть, не сильно вперед, а немножко по диагонали. Потому что у Киева есть огромный дефицит паркомест, и автомобилям просто негде легально парковаться. У нас в Киеве около 30 тысяч паркомест и более 600 тысяч активных автомобилей в сети. Получается такая немножко парадоксальная ситуация, так что каждый движущийся автомобиль в Киеве — это потенциальный процентов на 90 нарушитель правил парковки. Ну вот, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, ведь многие города и многие эксперты говорят о том, что современное городское планирование как раз, наоборот, должно быть недружелюбно к автомобилям. Оно должно создавать все возможные условия, чтобы человек добирался в центр города не на автомобиле, а на метро, на троллейбусе, ну, на любом другом общественном транспорте, или в идеале вообще на велосипеде. Ну, это вы говорите о верхушке такой высшем пилотаже градостроительства, городского планирования. Мы, к сожалению, живем, ну, в лучшем случае, в серединке этой пирамиды, а в худшем — у ее основания. Это то же самое в мире не должно быть голода и войн. Правильно? Ну, такого не должно быть, но, тем не менее, это есть. То есть, действительно, автомобильный транспорт, он уже сейчас мешает развитию городов. То есть, раньше он помогал, теперь он мешает развиваться городам вот в современных нужных направлениях. Но в лоб вот так вот вводить запреты, мы получим 600 тысяч недовольных автомобилистов в случае Киева и огромный социальный протест. Киев уже такое проходил во времен мэра Черновецкого, когда ввели европейскую практику по блокированию колес автомобилей. И она была полностью дискредитирована, собственно, своим подходом, который они использовали. Блокировали автомобили не те, которые действительно мешали движению, а там, где это было удобнее всего сделать. И требовали за это взятку. Поэтому вообще о блокираторах сейчас в Киеве говорить нельзя до сих пор. На это слово аллергия практически у всех органов и автомобилистов. А, Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, введение таких правил, как эвакуация, автоматическая фиксация парковки. Вот, например, просто мы говорим, скажем так, сейчас теоретически, но вот в Крыму, например, полгода уже как работает автоматическая система фиксации нарушений правил парковки Паркон. Вот, по вашему мнению, такие схемы, такие системы способны заставить людей начать парковаться легально, если есть такая возможность? Абсолютно способны. Я считаю, это, безусловно, то, что нужно делать. Но нужно делать еще предыдущие шаги. То есть это уже некий там третий, четвертый шаг последовательности действий. И первый, второй, третий. Это необходимо навести порядок в парковочном пространстве. Необходимо точно выделить, где можно парковаться, где нельзя. В Киеве практически нигде нельзя парковаться. То есть представьте, что в Киеве заработала система автоматической фиксации, и мы получили, что из 600 тысяч автомобилей, грубо говоря, могут припарковаться только 30 тысяч. То есть остальным, в принципе, нет смысла даже выезжать. Но вопрос о том, а на чем ездить этим людям. Если на общественном транспорте, то общественный транспорт Киева не готов принять и такого огромного количества людей сейчас. Вот получается, что нужно развивать общественный транспорт для того, чтобы навести порядок в парковке. Нужно упорядочить парковочное пространство, чтобы навести порядок в парковке. И только потом вводить уже систему фиксации нарушителей, которые уже действительно будут нарушителями, а не вынужденными, скажем, нарушителями этой ситуации. Но, Максим, вот опять-таки, когда мы говорим... Я думаю, что многие украинские города и в аннексированном Крыму, и на материковой Украине, в принципе, имеют сходные проблемы. Количество машин растет, инфраструктура остается старой. Нельзя же построить... Вот когда у вас есть 30 тысяч парковочных мест, и когда у вас есть 600 тысяч автомобилей, ну, вот такое соотношение, фактически, 1 к 20, да? Вот если я не ошибаюсь, если моя математика верна, то невозможно же в одномоментно построить такое количество парковок. И более того, чем больше вы парковок будете строить, тем больше автомобилей будет появляться. То есть это же тоже не решит проблему. Никто, на самом деле, не говорит о строительстве паркинга в данном случае. В городах Украины у нас есть, во многих городах Украины, у нас есть огромное преимущество. У нас очень широкие дороги, в отличие от старых европейских городов. И новый ДБН, новые государственные строительные нормы, сейчас позволяют нам сужать полосу. Если раньше ДБН требовал 3,75 в ширину полосы движения, то сейчас ее можно делать 3 метра и меньше. А это дает нам дополнительную возможность для парковки. Знаете, вот вы едете по дороге любого украинского города, видите, что первая полоса просто запаркована. Так вот, это можно легально выделить из структуры улицы и назначить там легальную парковку. То есть сейчас же автомобили где-то паркуются, сейчас 600 тысяч автомобилей где-то паркуются. И, наверное, только процентов 20-30 действительно мешает движению. Это на пешеходных переходах, на тротуарах, на газонах и так далее. А стены стоят вполне никому не мешая. То есть это отмечают, кстати, иностранцы, когда приезжают в Киев, например. Они говорят, у вас очень широкие улицы, вы можете организовать парковку запросто, не мешая движению. Максим, а вот такая практика, как эвакуация эвакуатора, по большому счету, это достаточно такой рискованный с коррупционной точки зрения механизм, потому что, опять-таки, крымская практика показывает, что как минимум две организации лишили права осуществлять эвакуацию за многочисленные нарушения. И мы говорили с активистами местными, они говорят о том, что где-то повезло, где-то эвакуаторы работают относительно цивилизованно, а где-то они просто охотятся на машины, буквально в первую же минуту их грузят и увозят после того, как машина припарковалась. Вот насколько вообще рискованно вводить такие практики? Потому что, с одной стороны, конечно, это приятно, когда эвакуаторы увозят машины с тех мест, где они не должны находиться. А с другой стороны, когда это превращается в такую охоту чисто ради выбивания денег из водителя, это также, по большому счету, не самая приятная и самая правильная практика для улучшения городского пространства. Я даже продолжу вашу мысль. Это дискредитирует вообще всю эту историю с наведением порядка в отрасли, потому что плюс, который сдают эвакуаторы наведения порядка, он превращается в минус. То, что просто наполняются чьи-то карманы. И растет недовольство людей, они начинают быть недовольны вообще всем этим фактом. Там платные парковки, зачем вообще она всегда была бесплатной. То есть это очень сильно дискредитирует саму тему развития городской мобильности. И я даже сказал бы, что она прасывает на несколько лет назад в этом деле. А вот как можно выйти из этой ситуации? Эвакуация, с одной стороны, нужна однозначно. Например, если машина встала на проезде рядом с больницей, где-нибудь припарковалась. И условно говоря, я как добропорядочный гражданин, я же не могу взять эту машину, разбить ей стекло вне стеклом. Я звоню, скорее всего, в полицию и прошу ее оттуда убрать. Вот как наводить порядок так, чтобы, с одной стороны, не выкинуть младенца вместе с водой из этого ушата, а с другой стороны, все-таки, не дискредитировать всю эту историю, с другой стороны, все-таки, хотя бы частично навести порядок на улицах и хоть в чем-то заставить людей придерживаться хотя бы каких-то самых критичных правил парковки. Ну, я могу привести пример, наверное, вот как мы в Киеве считаем, что нужно поступать. Нужно изменить какой-то экспертный подход на подход, основанный на данных, например. Это очень сильно упростит ситуацию по объяснению горожан, зачем это нужно делать. Вот в Киеве многие автомобили паркуются на выделенной полосе общественного транспорта. Если сейчас в Киеве к этому припаркованному автомобилю подъедет полицейский и скажет, что ты не должен здесь стоять, водитель может возразить, но я же никому не мешаю. Смотрите, нет автобуса, автобус меня, или троллейбус легко меня может объехать. Это, например, межпик. И, собственно, у них будет такой разговор на каком-то общепонятейном уровне, кто прав, кто не прав, вот это все. Но если у нас есть система мониторинга городской мобильности, и мы видим, например, задержки общественного транспорта, которые возникают в связи с тем, что там припаркованный один автомобиль, представьте, едет, например, большой троллейбус, в котором 100 человек, и этот троллейбус задержался, например, на полминуты из-за того, что там стоит припаркованный автомобиль. Это значит, полминуты мы умножаем на 100, то есть суммарная задержка. И у этой задержки есть конкретная стоимость. Сзади едут другие троллейбусы. И когда, например, полицейский скажет, что ты здесь припарковался, и социально-экономический ущерб от того, что ты здесь припарковался составляет 100 тысяч гривен, вот, мол, типа, как ты будешь это погасать, это уже будет совсем иной разговор. Не такой вот общий, а в каких-то общих вещах, а абсолютно конкретный, с явным ущербом и так далее. То есть это комплексный вопрос. Нужно базироваться на данных. Тогда можно защищать такие решения. Дмитрий, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы говорили с украинским экспертом по транспорту Дмитрием Беспаловым. Темой нашего эфира была парковка в Крыму, способы решения парковочного хаоса на аннексированном полуострове. В студии с вами был Александр Голубов и радио Кремреали. Услышимся!